Друзья мои, всем привет! Рада видеть вас сегодня на своем канале. С вами Ольга Придухина, и сегодня я хочу поговорить с вами вот на какую тему. Давайте сегодня разберем лжепродукты. Какие же продукты вы должны убрать из своего рациона? Сейчас в каждом супермаркете, даже в обычном магазине у дома, есть стеллаж, где выставлены так называемые полезные или экопродукты. Что вот вы их будете есть, будете супер здоровым, супермолодым, супер неболезненным, супер счастливым. Давайте разберемся, какие же продукты действительно можно относить к здоровым продуктам, а какие же продукты вы должны исключить раз и навсегда. Потому что никакой абсолютно пользы в них нет. Давайте сегодня разбираться. Друзья мои, очень рада видеть вас на своем канале. Всех, кто не подписан, приглашаю в свой телеграм-канал. Первая ссылочка в описании под этим видео. В своем телеграм-канале я провожу уникальный курс, где мы прокачиваем ваше самочувствие, ваше состояние, ваше здоровье. Поэтому я каждого из вас там жду. Ну что, друзья, будем разбираться. Самый телеграм-канал, первая ссылочка в описании. Самый распространенный продукт, который многие покупают и думают, что он очень полезный. Вообще маркетинг играет хорошую вещь, да, когда мы берем и видим, что вот потрясающие продукты, эко-продукт содержат злаки, содержат все, что угодно, да, витамины, микроэлементы. Прекрасное, соответственно, на наши органы оказывает прекрасное влияние. То есть просто не продукт, а кладезь полезных витаминов, микроэлементов и всего полезного. Так вот, на первом месте стоят хлебцы. Да-да-да, друзья, всеми любимые хлебцы. Когда многие все-таки решают, что все, я не буду есть мучное, я не буду есть булки, хлеб, и куплю-ка я хлебцев, и я не говорю, с чем мы их еще едим, да, там маслицем намажем, какие-нибудь там колбаски на него положены, этот хлебец бедный. Так вот, все-таки давайте разберемся вообще, может ли быть на вашем столе хлебцы. Хлебцы надо выбирать и смотреть. Обязательно читайте состав, причем не с красивой этикетки, а именно состав. В большинстве из того, что представлено на сегодняшний день, содержится огромное количество фруктозы, сахара, крахмала. То есть чем экопродукты отличаются от обычных продуктов? Потому что часто на них написано, нет глютена, нет сахара. То есть есть в составе фруктоза. Соответственно, фруктоза, по сути, это сахар тот же самый, в том же самом виде. Да, одно время многие все-таки били себя в грудь и говорили, что фруктоза действительно очень полезна, очень эффективна, это не сахар. Но все-таки последние исследования уже доказали, что фруктоза является таким же самым сахаром, таким же углеводом и не несет ничего полезного. Соответственно, вместе с крахмалом это продукт гликации, который образует слипленность кишечника, воспаления различные, да, различные метеоризмы и так далее. То есть это опять же тот же самый хлеб, просто немножечко в другом вот таком виде. Поэтому про это, конечно, нужно помнить, что хлебцы всякие воздушные, невоздушные должны быть исключены, потому что никакой пользы в них нет. На втором месте я бы поставила это различные виды живых конфет. Вот сама недавно попалась очень красивая упаковочка, живые конфеты, все самое полезное. Но, друзья мои, в нем, в этих живых конфетах содержится, почему они сладкие, почему они вкусные. Да, может быть, они не такие вредные, как обычные, но в них также содержится фруктоза, патока, да, всякие сладкие сиропы, которые опять же запускают процесс гликации, то есть опять все повторяется. Поэтому вы должны помнить про это и все-таки не попадаться на эти уловки, потому что не существует полезных конфет. Живые, эко, это все относится к лжепродуктам. На третьем месте стоят разные виды молока, то есть виды альтернативные. И мы часто говорим, что все, мне не подходит, вот животное молоко, да, коровьего, все, мои когноваты коровы, там, и так далее, да. Я буду пить растительное молоко, то есть сейчас есть и фундук, молоко с фундуками, миндаля, кешьем, кокосовое, самое распространенное. Так вот, друзья мои, они очень сладкие. Очень сладкие, почему? Потому что в них содержится огромное количество рафинированных углеводов, которые опять же запускают процесс гликации. Почитайте состав. В большинстве основа это рис, да, рис, молоко, та же самая фруктоза, вода, сахар. Прошу прощения, молоко, вот как раз вода, сахар, рис. И уже только потом там какие-то остаточки кокоса, остаточки каких-то орехов и так далее. Поэтому, друзья мои, если вы не переносите животное молоко, попробуйте все-таки кисломолочные продукты. Ну, не надо на 100% переходить только на растительное молоко все-таки. Или выбирайте, читайте состав, который действительно не содержит сахара. Соевое молоко, кстати, тоже не самое полезное. Также следующий момент, мы с вами, следующий продукт, это батончики. Всеми любимые те самые фитнес-батончики. Где их сейчас только не продают? Во всех практически магазинах на кассе, кроме там Баунти, Твикса и так самых известных шоколадок продают фитнес-шоколадки. Что вот не хочешь Баунти, купи вот фитнес тебе батончик. Друзья мои, читайте состав. Вот обычно они все облиты шоколадом, да, какой-то глазировкой, карамелью, который опять же содержит огромное количество сахара или фруктозы или крахмала. И опять же запускается процесс гликации. То есть действительно нет таких полезных батончиков, которые бы оказывали вам потрясающие результаты на ваше самочувствие, на вашем внешнем виде и на всех проходящих процессах. Поэтому, друзья мои, про это тоже нужно помнить. И все-таки от батончиков следует отказываться. Это очень-очень важно, да. То есть батончики должны быть исключены из вашего рациона. Читайте составы, это очень важно. Я жду ваши вопросы, ваше мнение в комментариях. Если это видео было для вас полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Также, друзья мои, жду вас в своем телеграм-канале. Первая ссылочка в описании под этим видео. Там провожу абсолютно бесплатно для подписчиков уникальный курс. Поэтому каждого из вас жду. Я вам желаю всего самого наилучшего и до новых встреч. Пока-пока.